привет ребята на нашем канале очередной выпуск очередная тачка на продажу и снова за шанс и так получилось как получилось что это точно . тоже на продажу оказался шансом но уже десятый год седан седан уже с другими фонарями такой вариант тоже есть здесь у нас летняя резина от сразу выгрузить какой-то аппарат от теплосилителей это было непонятный провода все равно надо будет отсоединить на всякий случай аккумулятор вчера выключили как пригнали машина потому что ну мало ли колхозными проводами что-то не замкнула ничего дай вах 1 и 3 мотор коробка все четко работает не как на предыдущем шансе на хочу все-таки проблем доставила эта коробка у нас довольно такой чистый салончик вот чехлы пусть они будут я думаю не будем снимать делать химчистку единственного здесь у нас весла там были стеклопадельники на гор здесь есть с гором комплектация десятый год цена 86000 пока встала она со всеми ботиньками перекупов со всеми дорожными расходами заправкой стоимость такси изи лабги забирали машины друзья вот такой экземпляр намного намного лучше чем предыдущие и меньше вложения соответственно будет уже понятно очевидно сработала потому что комната был выключен двести две тысячи пробег здесь пишет у нас завелась почему то здесь тоже чек загорелся на том шансе у нас был датчик датчик температуры здесь опять таки надо будет все-таки глянуть диагностику сделать потом уже как все работы остальные кузовные техник механические тоже ну по ходовке надо будет посмотреть вот здесь какая-то хрень это тоже датчик похоже в общем час отгоним на мойку помоем покажу какие есть косяки по кузову что предстоит делать нормально хотя бы есть накладка с той стороны на старом шансе не было интересная музыка играет у него да все нормально поехали друзья на мойку сразу помоем и движок я думаю движок наружку но салон наш конечно салон после кузовных дел посмотрим что без наружки ну вот ребята машина загнали бокс после мойки пройдемся под кузову посмотрим какие есть недостатки которые нужно устранить вот в первую очередь то что глаза бросается это бампер бампер нижняя часть конечно ну это все я думаю тяжело запаять хотя с другой стороны можно попытаться и красивенько так подкрасить посмотрим хотя тот предыдущий бампер на предыдущий шанс передний бампер сколько он там 2 800 2 900 по моему по моему 2 700 что ли обошелся крашены уже поэтому нужно нужно будет узнать что на бампере по наличию такой цвет если нет заказать в принципе недорогой проще чем возиться что-то там паять покрашивать проще поменять иногда эти моменты все сколы на капоте вот где эмблема была засыпать полировать как в принципе в целом машина очень так неплохо блестит поэтому даже может полная полировка то и не потребуется вот тут какие-то косячники конечно пытались без покраски выдавливать эмятины но херовенько как-то все сделано так очень натычковано такой серьезный косяк здесь конечно краска потрескалась краска видимо от удара в этом месте и потом заржавела опять-таки зачистить преобразовательным ржавчины почистить и подкрасить под пачковать аккуратненько из-за этого не будем крыло красить конечно же не стоит того того вот эти вмятинки по бокам есть рыжики здесь вот дверь шпаклеванная видно аккуратненько надо будет подкрасить дальше идем пороги зато совсем можно сказать совсем не ржавые целые целые машины без ржавчины по большому счету есть царапины есть сколы подтычковать вот здесь у нас тычковка здесь полировка под краска что-то под красным стереть растворителем или полернуть надо будет здесь никаких ржавчин нет все нормально на крыше крышку багажника нужно будет отполировать полностью верхнюю часть по крайней мере снизу тоже есть полировка очковка зачистить такие рыжики в общем мелочевка которая не критичная и делается быстро опять таки здесь отполировать место эмблемы эти два отверстия заглушить здесь у нас вот скул опять таки я думаю вот с предыдущим шансом как случилось все таки мы там красили там был была трещина а здесь не получилось найти на хэтчбэк накладку вот эту пластиковую накладку здесь по моему на седан они есть на рынке авторынки надо будет пройтись по магазинам может быть даже смотреть на сайтах кто занимается такими аксессуарами может у них шерифе там еще это посмотреть забрать в магазине на седаны должны быть они накладки 650 рублей на накладочка стоит аккуратненько так красивенько встает на место и все это закрывает поэтому я думаю чем подкрашивать баллончиком может проще будет накладочку поставить вот здесь у нас мятина на этой части это отдельная деталь металлическая здесь вот вывести мятину под очковать полирнуть . но здесь полировка вот такая беспокрасочная довольно серьезный работ по крылу заднему к жесткой вмятина с полировкой здесь мятинка на двери на двери опять таки кто-то тут очковал здесь хреновенько так сделали без покраски здесь полоса осталось здесь у нас мятина идет здесь цели наши продать на 5 таки продать машину дорого потому что предыдущие отдали за 160 тысяч эту почту и что десятый год и поживее машина можно будет также чуть подороже продать я так думаю здесь подкрашенная царапина целом по кузову это все вот мятинка на стойке на предыдущем шансе мы тоже на стойке делали мятинг с помощью клеевой системы что касается салона ребята салона все таки у нас здесь чехол сзади сняты мне кажется придется все остальные тоже снять будет некрасиво выглядеть мы сиденье довольно чистые химчистка в любом случае не помешает передние но не оставишь же так чехлы снять и сиденье поставить в оригинале предварительно сделав химчистку крышу трогать не стоит крыша чистенькая аккуратненькая бардачки у нас руководство по эксплуатации машины как это вот такая штучка мусор зеркало посмотрим нет ли здесь кода краски машин украина нет это турки мишка руководство руководство по эксплуатации на каких-то инфа какой-то информация конкретно цвета кузова чего такого нету так просто идет бордовый в общем подбор по коду учитывая прежний опыт с предыдущим шансом все-таки там не смогли даже при наличии кода краски при наличии название цвета определенной по коду сделать все пришлось нам подобрать более менее подходящие от вазы а здесь уже опять таки только наверно подходящие что-нибудь базовских цветов вот не из дверей все четко без рыжиков если помоешь она будет иметь презентабельный вид так можно будет оставить эти крышечки я думаю не понадобится потому что у нас тут колпаки стоят может на другой шанс пригодятся оставим здесь вот эту хрень теплоусилителя я снял вид конечно интересный у него потом нужно будет как-то провода заизолировать и резать провода просто вниз убрать под сиденье засунуть запаску заглушка нужна конечно домкрата и баллонька нет резинку помыть и сверху просто положить чисто нормально будет движок очень такой чистенький после мойки коробки на движке масло сейчас ничего нет все четко масло на минимуме надо будет залить ну что друзья начнем готовить машину снимем наверное в первую очередь бампер и будем давить вмятины об этом я уже расскажу вам следующем нашем выпуске про новый шанс новый шанс на нашем канале подписывайтесь ребята на наш канал пишите комментарии ставьте лайки заходите на наш инстаграм до новых встреч пока пока пока